будет идти красной нитью. Ход c5. Ход c5 наносит удар по центральной пешке d4 и открывает дорогу ферзю на поле a5. Поскольку белый слон вышел на g5, почему бы ферзю не выйти на a5, не атаковать коня c3? Обычно белый здесь ходит d5. a6 очень важный тонкий ход, заставляющий слона определиться. Побить на f6 невыгодно, потому что после ферзь бьет на f6 на c3 уже будет реальный уход взятия. И, кроме того, уже у черных будет два слона. Отступить на h4 можно, но тогда слон бьет c3, bc, d6. Черные хотят поставить пешку на e5 и получить санкнутую позицию, позицию закрытого типа с блокированным центром, где кони могут быть сильнее, чем слоны. Ведь слонам нужен простор, нужны открытые диагонали. Здесь очень легко ошибиться. Скажем, e4 активный ход может быть вполне связан с потерей пешки. После хода g5 слон же 3, конь идет на e4, просто без пешки белые остаются, и при этом у них еще и позиция хуже. Обычно играют более скромно e3, но тогда e5 запирает все это. И, скажем, в случае f3, белые хотят сейчас сыграть e4, потом постепенно вывести свои фигуры и провести массированное наступление на королевском фланге.